Включил, конечно. Включил, конечно. А у Силова графика ничуть не хуже живописи. Даже можно сказать, что там есть вещи в пропущем проекте. И поэтому вот эта выставка занимает практически у нас три этажа. Вот этот большой зал живопис, и вот если спуститься вниз, там двухэтажный зал такой, это графика. Ну, там есть, правда, живописные произведения, их там встали вот туда, чтобы эту графику подержать. Ну, в общем, рисунки там. И мне хотелось бы сегодня, чтобы мы так прошлись по этой выставке легко, насколько это возможно. Чтобы представить масштаб, потому что потом вы можете еще вернуться сюда, как вы хотите. это нужно сделать обязательно. До конца января она работает. Я думаю, что вам захочется вернуть. Вот. Это самое знаменитое произведение Серова. Это даже знают дети, которые не знают ничего про искусство. Знают девочку с персикой. Вот эту картину он написал, когда ему было 22 года. И вот удивительно, 22 года – это субтитры, который только-только заканчивают профессиональное образование. Да? Вот. А вот эта картина, она, конечно, не такого уровня, не ученическая работа. Потому что Сыров начал очень рано. Он, когда начал рисовать, я не знаю, это трудно всегда понять. Четыре года, три года, пять лет – это непонятно. Но то, что он 9 лет уже точно знал, что он будет художником, это очень рано. Он просто знал, что будет художником. И примерно с 9 лет начинается его профессиональное обучение. Мать его пристроила в мастерство Ориджи, потому что он был пенсионером академии художества. Он начал учить турии в 9 лет. Потом была академия художеств, много курсов и возможностей. порисовать. Он никогда не пускал этого. Он очень плохо учился в школах, поэтому все время выгоняли. Насколько они смотрели великачивое вражительство. То это была Москва, то это был Петербург, то это был Киев. И его вот чаще всего не то, что прям выгоняли, но, по крайней мере, у него были проблемы в школе. Мать-то хотела объясняться. Ей говорили, у вас очень хороший мальчик. Очень хороший. Заберите его, пожалуйста. Заберите, пожалуйста. Потому что, например, ваш хороший мальчик в коридоре на стене нарисовал пакет директора так, что его все узнают. Все узнают это нехорошо, все смеют, узнают. Заберите. И он постоянно как-то все время считал, что это все не важно. Все эти науки не важны. А очень важно прописать, учиться, учиться, смотреть, учиться, брать перед ним можно. Так что это работа по-настоящему, на самом деле, зеленого мастера. Но я думаю, что вы по крайней мере информации про эту картину точно знаете. Знаете, что она просто в Абрамовце. В Абрамовце под Москвой. Самую лучшую в мире дачу как-то заваливали друзья Сана Ивановича Мамонтова. Товарищ Мамонтов строил дорогу в Железную, до Ярославля туда на север. И недалеко же в дорогой станции, вот этой дороги, он купил старинный дом, который лежал под этот аксат. И превратили в него в такое место, где у нас лежали художники, птицы, артисты, там было очень весело. И в сирот туда тоже попал мальчишкой. С матерью приехали в Париже и опоздали туда. И, на самом деле, мне кажется, этот портрет он написал, когда он уже был девственным человеком, да, мать и бабушка. Это дочь Мамонтова Фера, дочь Мамонтова. То, что написал про портрет в гостиной. Если вы приехали в Париже, приедете дальше, увидите купленного портрета. Он там так и стоит. И там большой столб, и скулья, и на тарелочках. А Тульский тоже здесь не случайно, потому что сам Мамонтова, человек такой предпринчивый очень. Он, конечно, постарался сохранить в своем доме все, то, что было подлинного в времени Аксалкова. Потому что в этом году Гоголь бывал тогда. Поэтому очень важно было сохранить какие-то ниты, виды из окна, из которых могла Аксалкова. Но при этом он был человек очень современный, и он хотел сделать это вот таким местом приятным. Приятным он был. Потом там было построено жерей, где вот, собственно, вот эти персики. И раздель. Зрели. Средневестные персики. Но вообще суть не в этом. Потому что вот эта вот картина, она, конечно, напоминается, потому что на самом деле это, может быть, и не портрет. Мне кажется, что это не совсем портрет. Он писал эту картину примерно месяц. Он писал, он в конце концов переделал. Довольно трудно было. Ей было 12 лет. Лето. И довольно трудно было сидеть за столом, позировать в течение часа. Немножко многовато ее характера и вообще все обстановки. Но есть мне такое ощущение, что ему очень важно было написать скорее портрет этого дома. И столько портрет имеется, сколько портрет этого дома. Потому что она, как он прожил, и все не очень-то и видно. Она не очень-то и видно, если какой он характер, какое-то состояние. Это все не бросается в глаза. Наверное, можно в это вытекнуть. А остается в памяти вот этот какой-то дом необыкновенный. Светлый. Светлый, нарядный. И вот я даже обратила внимание, его, во-первых, видите, здесь тоже стол стоит. Он его поставил по диагонали, чтобы поджечь. Да? По диагонали. То есть такое есть ощущение движения внутри гостей. Не статика, а движется. Да? Тут очень много стульев. Зачем им всем написать? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. То есть это дом, в котором очень много гостей попадает. Вот это этих гостей. И стол, кажется, бесконечно. Здесь могут сидеть, там могут сидеть. Из-за этого того, они просто уже сидят люди. Наверное, здесь будет чай, разговаривают. Да? Вот есть ощущение. И сейчас посмотрите заодно. Хорошо, ведь видно, что это дом не городской. Да? Это дом, у которого лес, деревья, парк, лес там дальше. То есть именно вот такая. А только два, раз, два, три. Это, наверное, окно, которое выходит на веранку. Там с той стороны, есть веранка, прямо на глубокой воле. Вот такое ощущение, что это защищено. Это дом защищен какими-то вот этими рамами. Не отгорожен, а он защищен. То есть очень как-то теплым. И защищено. И вот этот сочетание цветов, розовое, какой-то жёлтый, которые сбудлили. Вот такой праздник или какой-то теплый праздник. Нарядное что-то, приютное, приятное. Ведь это воспоминание о детстве тоже было. О детстве тоже, потому что отец, когда он был шесть, и вот с тех пор они кочевали с матем. И служили на основной квартире. Все время ели. Ну, на что хватало денег, да? А когда они попали к маммам, то первый раз это было ощущение. Потому что его мать, которая писала «Как мой сын» такая книжка, она знала, что Тоша, который очень много рисовал в Париже, да? Да? С Кейбином. Даже когда он был укажем, что он мог побегать. Вот. А она вспоминала, что когда он попал в операцию, он укреплялся в ребенок. Он бегал вместе со всеми детьми маммотками. Он играл какими-то разбойниками. Он все время ел что-то. То есть это какая-то шесть была такая. И он прям влюбился в хозяйку дома, мать Веры и маммотками взять другую. Потому что это другой вот тип женщины, да? Такой женщина, которая здесь была главой семьи, что-то. Они сказали, что-то, что-то. Мне кажется, что эта картина, она из этих вспоминаний. И еще очень важная история, то, что она очень странно для русского художника написана. Но, как она и по-настоящему напоминает французскую жирность, скорее, вот такую французскую легкую жирность, такую временную и одновременно эстетскую, что ли, свободную, радостную. А с другой стороны, она ведь, если так совершенно далека, то картина построена очень здорово. Потому что он с 9 лет ходит в музее, и вообще вкус у него был безупречен. Я бы хорошо знала французскую жирность. Но, как она выстроена, это можно прямо ее общертить. В картине, в ютюбе, в картине, в ручке. Но при этом все эти талии, они написаны очень быстро. Вот как-то легко. Скажите, вы можете сказать о скотове французской жирности? можно делать. Потому что это открыто, это все это. А рука практически не написана, просто обозначена. Версики можно лучше, вот можно скотове лучше, чтобы чувствовались такие вещи. Они просто по цвету обозначены и все. А что он делал? Месяц мучая девочек первой, что он делал? А ему очень важно было сохранить эту свежесть. Вот как-то представьте, что все написано, на картине попадает. Вот нет вот этой лёгкости. Ему очень важно было передать, ищущий заварок, и на картине ему всякую радость. Но когда его вещи нравились, он подписывал неточно, потому что у него очень много вещей, без того, что у него есть, они даже формами склеены, это очень нормальная работа. То есть подпись всего-то, а если поскорбки с этой стороны там показывали, если кто-то видит Ваврошинского, смотрел эту картину, никто не видит, честно, листы, видите, да? Вот это такое, смотрите, я думаю, что это подпись Вены. Да? 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 Да, да? 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 Кстати, отец хорошо рисовал, при том, что он сказал пропозитору, хорошо рисовал. Они издали мне книжку, и отец говорил, смотри, какая замечательная мартышка. Это самая умная мартышка для всех. Тоже говорил, нет, вот это самое. Нет, говорил отец, вот это. И началась такая возня. Они смотрели эту книгу на диван. Наверное, это тот самый диван. Потом началась возняла, отец справлялся, сиделся, справлялся за дверь. Потом тоже обратно стучался, говорит, папа, папа, покажи Галины. Он очень хорошо изображал разных животных. Кстати, в этот срок перенял его вот это же качество, очень артистичное. Вот там будут уже какие-то показатели, а там может быть флагнар, с которым отец дружил. Они даже ездили к нему в гости в Германию. Портет он писал примерно год. Писал над собой уже ревизировал. Он говорит, ну что ж такое? Я спрашиваю, чем занимаешься? Я говорю, пишу портрет отца. Проколит месяц. Чего занимаешься? Пишу портрет отца. Сколько можно? Никак не мог его оставить. Портет очень важный. Все ранние патеты он писал для себя. Идем с персиками для себя. Вот этот патет отца для себя. Еще сейчас показываю знаменитую вещь. believedу. Во Todos. Все ранний патет. Есть линии. Ну, тут бед testimony. Есть линии? Это тоже ранние вещи, сироп. Это тоже ранние вещи, сироп. Это тоже ранние вещи, 80-е годы, когда у нас выставлялся, 80-е годы, 90-го века. Если со стороны отца у него родственников не осталось, его дедушка умер еще до того, как он родился, его бабушка умерла вскоре после его рождения, так обратно, что у 40-летнего сына родился ребенок, что она всю весь январь к нему ездила. И стоит ли не сих порвала. А со стороны матери, а с дедушкой умерла с другой и ее дочкой. А в этом доме, чаще всего, проводил время на родственнике Вот это одна из них, это Маша Саманович и его одна из сестра Серова, вот там у нее конкретно, да, вот субботник. Она принесла другу Серова, Владимира Дернеса, они вместе учились в Академии художеств. И когда они учились в Академии художеств, они, Дернес, они проводили вечера, они проводили вечера в этом доме знакомыми бабушками. И тогда из них была Маша Саманович, а другая вот Надежда. И Дернес Джининс в Нанаде и купил имение Тверской губернии и, в общем, оставил тут карьеру художника и начал жить в этом доме, как помещик. Это было Тверской губернии, имени Команкарно. И они всегда приезжали, то есть и Серов, и сестры вдвоем. И вот Маша Саманович вспоминает, что этот портрет проинтенсировал и писал из ее старинной «Люховой алле». Этот портрет он писал три месяца. Три месяца. Три лет в месяц. Причем было по два танца в день. Я думаю, что все-таки не каждый день, наверное, можно было позитировать под Лидом. Но темноте сеансы было в течение трех месяцев по два года. Утром, как вспоминает Маша, он писал лицо, а во второй половине дня выписал все остальное. Все остальное – это пейзаж, одежда, руки, вот все, что вокруг. И я все думаю, что меня смущает в этой картине. Что-то меня смущает в этой картине, потому что у нее обычно говорят, что это такой русский импрессионизм. Русский импрессионизм, хотя импрессионизм на 70-е годы по Франции, это уже конец 50-х годов в России, может быть. Хотя Серов наверняка был работой импрессионистом, потому что 9 лет он в Париже бывал. Не мог. Не похоже. Да. Что не похоже? А не похоже на то, что здесь есть. Ну, я не говорю про разделе Матруха, а здесь имя какое-то другое. Потому что написание, когда разбудешь на них плечи, да? Понимаю, что в этом мгновении, кстати, писал Манель, например, один тот же мотив. Он, конечно, писал не час с вами, да? Он к этому мотиву возвращался каждый день в это же время, да? Он прям с сериями работал. И вот, ну, несколько вещей я так-то написал, да? Но в определенное время возвращался все время как мотивы, да? Чтобы свет был такой, что свет, да? А Серёв, замечательно. Смотришь на эту квартиру и какое-то ощущение такого типа ничего долгого времени древесного, да? Она как-то реально такая, спешивается с этим, с этой линией. И потому что вот это одно, ну, и слабо, и все остальное это другое, это и все, да? И кажется, что здесь время оно какое-то нефлогическое, что ли. В жизни такое ощущение. И она, ну, конкретно-непотребно. Непотребная. Ну, в таком классическом смысле этого слова, только непотребная. Это состояние какое-то. Ее и мировые, да? И Маша вспоминает, что три месяца она продержалась. Она пишет, что мы работали очень интенсивно. Ну, он и она в том, что это шпатировано в том, что можно было. А потом она поняла, что он уже все сделал, что хотел. Это просто он никак не может выйти из-за состояния и закончить. И она сбежала, поехала в Петербург. Ну, а картина вообще красивая. Она очень красивая. Хотя видно, что, видите, краска потрескалась именно потому, что много-то и делала. Это очень красивая. Вот очень красивая. Это очень красивая. Кстати, надо сказать, что домаркановские вещи, они очень сильно отличаются от абранцевских. Он мог даже писать в одном и тот же птицон в Абранцеве ничего-то каких-то, да? И потом домарканов был ехать и тоже там что-то писать. Это вообще не что-то, какой-то другой пояс, что-ли. Да? Вот они немножко суммичные, какие-то, можно сказать, таинственные подсветные вещи. Вот как вот этот самый внуковый. Вот это в Абранцеве то, что он там написал. Да. Это настроение. Да. 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 Вот я, видите, скажу, это одно отражение. Это лист железы. И перекрывали крышу в этом доме, по-моему, в конце 18 лет, такой усадебный дом большой, и крышу перекрывали вот этот лист железа. Он написал этот портрет. Он вообще очень любил писать по темному почему-то. Почему-то ему эта темная подкладка была рожна. И от этого в первой цвете он не в точке, но это интересный. Он такой жирный человек получает. Это все, на самом деле, вещи у него семьи, друзей. Еще, пожалуй, можно посмотреть. Важный момент – это друзья художники. Сейчас я вам покажу классическую. «Николепиши», «Николепиши» «Николепиши». П !! Безplaceичев», «К midlandoi» «Николепиши». «Николепиши». «Тимон», «Николепиши». Это очень хорошее портрет, такая классика, русская жизнь. А это Константин Король, вы должны понимать, это самый известный портрет, написанный из сиропов. Вот знаете, что? Вы помните ответить на такой вопрос, дурацкий, да? Вот это очень разные люди, очень разные люди, очень близкие люди. С одним из тех художников он довольно долгое время, ну года два, работал в одном мастерске. Надеюсь, снимали мастерские песни, русские. Вопрос-то ответный очевидный, да? Наверное, с королью он Константином, или как? Мы там краски нарисуем. И что? Они оба запрещены в мастерских, да? Или там в мастерскую и король в мастерскую, да? Но только вот с одним из них сироп в одну мастерскую работа. Ну, говорит. В скетке. Там, наверное, его и тюдо висят у короля, нет? На стене его и тюдо, наверное, сиропов. Ну, его и тюдо, да, его и тюдо, и тюдо. Нет, я люблю сиропов. И тюдо короля. Очень гомарь. Причем написано это все короли, потому что размашисто, ярко, потому что вообще сироп не очень любил. У них будут такие яркие тюдо. Использовав, как у нас так, не очень любили, да? А король любил. И написано это тюдо, написано в ка, например, да? Вот это вот арбитина. Коровина говорила, что у него в плетеннике можно найти все, что угодно. От старого носка до штроты. Потому что он давно человек был такой. Выпил вина. Говорю, он написал. У него это все светло было, да? И вот, собственно, все, вот это все, это все тюдо. Вот с кем из них могла быть вообще ничего сказать? Это очень, очень. Я думала, что мы сразу решим и пообсуждаем почему. С обоими. Это вариант, конечно. Это вариант. Нет, это вариант ответа. Ну, для того вариант ответа. Потому что бывали времена, когда действительно, ну, когда молодые люди, да, им очень много денег, они снимают мастерскую предпочтение. Да? Так бывало в жизни сегодня тоже. Ну, вот с Коровиным они как-то довольно долго... Что-то не с Коровиным. ...предговорились. Да. С Коровиным, конечно. По портретам почему-то понятно. Да? По портретам понятно. С Коровиным веселее дам. Согласны. Да. Кстати, они дружили с Коровиным. И даже лыком не было. По принципу контраста. Это вот была вот такая дружба для очень похожих людей. Потому что Серух вот эту всю расхляпанность Коровиным не любил. Вот он так не любил жить, да? Вот как Коровиным. Он считал, что он был, так сказать, кристально честным, очень привыкным человеком. Матерь так воспитала. А Коровиным мог бы быть, чем мог, в отношениях с людьми с Коровиным. Да? Но все равно они были очень близкие. Может именно потому, что они не похожи как-то на друга. Но почему-то понятно из этих портретов, кто открыл общение. В принципе они оба достаточно так сверху вниз смотрят. Ну что? Сверху вниз смотрят. Надменность какая-то есть в обоих взглядах. Ой, что-то как-то я… Тут больше иронии, конечно, но все равно надменность в обоих взглядах есть. Вот это да. Открываю для себя эти портреты заново. Мне это казалось, что Корови, оказывается, он так международный шлем, но он довольно добрый. Как будто он говорит близким человеком, которому даже не позирует никак. Да? И даже улыбается. Даже не позирует никак. Ну да. Ну да. Отлично. Я тоже могу. Сейчас не хочу. Вот. Но вот этот вот контакт с человеком, который стоит на противе, здесь уже ясно. А Левиттан на вас смотрит, конечно, на нас и на художника. Он вообще смотрит сквозь. Да? Он не видит никого. И вот эта вот семината такая мастерская, ну что там? Вы думаете, у него была отдельная мастерская. Один из его почитателей свою мастерскую, которая стояла на территории усадьбы в Москве, он эту шестую ему подарил. Подарил. И он не забыл. То есть это был такой его мир с стеклянным фотографом, с очень хорошей мебелью такая. Потому что это был такой лигерь, который построил для себя богатый человек в купельческом сознании. Он увлекающийся жительностью. Вот. И почему-то Север придумал вот эту темноту, да? Он взял вот этот плоти, вот, белый, черный, на белом, да? Вот. И так все... Как будто воздуха вокруг много, да? Межпосприятия, но воздуха много. А здесь непонятно. Какая-то такая темнота окутывая. И еще, смотри, вдруг интересная, да, деталь. Причем он это сделал непонятно. Это не то спинка, не то что-то такое из мебели, да? Плетеное. И это оканц отделяет, вот, это его граница. Ты куда не войдешь, и он тебя туда не пускает. И вот то, что он сироп не пускал, или коров не пускал, никого не пускал, так жирно, да? Он живет один, у каких-то своих мистических таких, у него и пейзажи-то все, да? Они вроде, ты смотришься после снега, понимаешь, что за ними вечность, да? Вот, это ощутимо очень у него сейчас. И сироп очень здорово. Вот мне страшно нравится в такой формальной точке зрения, как он написал вот это. Видите, холстик, да? Прямо как граница. Холстик, на котором появляются вот эти осенние краски, такие люди, и такая преграда, и все, я человек один. Все, да, никого не пускал. Это любимые люди. Это люди, которые на самом деле были очень интересны. Это была его, его вера. А потом у него появились заказы. Он был учеником Репина, а Репин к тому времени уже имел заказы при этом императорского дома, и он делился этими заказами. Конечно, все сдал его учеником. И у него появились вот эти самые парадные портреты, и он очень быстро вошел в море. Он очень много написал парадных портретов. Видите, вот так сквозь, да? Вот большие портреты, парадные. Давайте вот сюда в середину встанем и посмотрим. Вот здесь. Не встал его. Вот это вот. Не встал его. Масши. А я вообще не хочу. Угу. 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 Спасибо за просмотр! 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 Вот издалека вы понимаете, что мы пробовали копировать маленькие кусочки любого типа, безумие какое-то, очень сложно ожидалось, вот, за что его ценили и все, все, друзья, художники, и считали его непререкамый авторитет, вот, хотя, конечно, при жизни ему доставалось, и оценивали его работу, очень, ну, как это сказать, ну, вы поняли, что я хочу сказать, да, то есть они, никто с ним особо не церемонен, потому что он был очень пожилой человек, никогда не стал пожилым человеком, но то, что у него зелкий глаз, и он прям чувствовал это новое, да, вот это совершенно точно, вот это человек искусства, близкий, да, художник, да, вот это здесь близкие, есть люди, есть люди, для которых какая-то сфера интерес особенная, а Массо написал портретов просто богатых людей, знал, аристократически. А, он сейчас светится, или это не светится? Работает, работает. Отлично. Ну, довольно такой большой массив вещей в портретной коллекции, да, это работы, связанные с операторским домом. Собственно, этот портрет описан после смерти Александра Третьего. Он писал три жизни Александра Третьего, большой портрет, а Александр Третий с ее портрет погиб, потому что вот эти большие портреты царские, которые на территории Российской империи оказались в 1617 году, они, конечно, очень мало, что из них уцелело. Вот, этот портрет, который не попит в Харькове, потому что его заказали, заказала, как Харьковское изотворяло, что он только почетает, не важно. В общем, в Харькове погиб этот портрет. Но у Александра Третьего уже изучили его, с угол его, лицо, кстати, у Александра Третьего у него было хорошее отношение, хорошее, потому что он был человек ироничный, умный. Отношение, потому что Александр Третьего, он, конечно, хорошее, неоднозначное, прямо скажем так, неоднозначное и не очень фотогеничен, я бы сказала, потому что такая грузная фигура, на портретах и памятниках он получался очень парикатурный. При этом это был император, при котором Россия не воевала, помните, что не воевали, не воевали, с экономикой было все хорошо, потому что не воевали, не воевали, потому что было, ну вообще даже не буду вам это пересказывать, суть в том, что это был хороший, довольно спокойный период жизни Российской империи, благодаря тому, что он это все как-то держал. И у Серова лично к нему было теплое отношение, потому что, когда вот они с матерью хопотали, чтобы она помнила русское общество о том, что был такой композитор Серова, а денег на это не было. Субтитры создавал DimaTorzok 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 DimaTorzok